Прозаик, драматург, сатирик, журналист Семен Коган, перешагнув порог 80-летия, не сбавляет темп. В этом году он выпускает еще две новые книги. Живем под куполом сатиры и мы в мир пришли однажды, чтобы был счастливым каждый. Не все живут, когда переживают. Есть истина, бесспорная одна. Рождаемся зачем, никто не знает. И умираем, если жизнь не та. В преддверии солидной годовщины в октябре писателю исполнится 81 год. Как один из старейших членов Лито-Горизонт, Семен Коган имеет право давать советы и делать глобальные выводы о жизни. Кто лучше, я или Сократ? Сократ был 2000 лет, для своего времени лучше. А почему я должен быть хуже, чем Сократ? Мы родились одним и тем же способом. Мы одни и те же люди. Более 150 иронических стихов, 60 тысяч афоризмов, 2000 юмористических рассказов, 20 тысяч авторских анекдотов, романы, повести, пьесы. Почетный заслуженный юморист Москвы в 1989 году. Вся жизнь Семена Когана – работа со словом. Итог – 48 больших книг. Предпоследнюю. Мы в мир пришли однажды, чтобы был счастливым каждый. Сейчас писатель держит в руках. Вот эта книга, она золотая, она просто гениальная. Я не буду хвастаться собой. Конечно, могут быть ошибки. Но столько проблем, столько юмора и столько иронизма в этой книге, что никто так не писал. Я знаю эту среду, я всю жизнь в этой среде кручусь более 50 лет. Как гласит один из разделов книги, у юмора в плену не кабала. И тем не менее, работать в комической форме, писать так, чтобы было смешно, титанический труд. Одни стихи творим мы головою, другие засверкают в сердце новью. А главное, рожденные судьбою, мы пишем болью, нервами и кровью. Эта книга основана на реальных событиях нашей сегодняшней жизни. И она отображает эти события в виде иронии, сатиры и юмора. В виде пожеланий, в виде критики и в виде отношения к тому, как есть и как должно быть. Миссия писателя – всколыхнуть сознание и заставить задуматься. Таким образом, автор формирует мировоззрение людей. А юмор должен быть направлен на созидание, укреплять нравственность. Я пишу на улице, дома, в парке, в трамвае. Вот у меня бумажки и вот ручка. И я все время, когда мысль у меня осязает какая-то, я ее записываю. Должны мы относиться ко всему чуть отстраненно. Не делать из отчаяния меню или шпиона. Лицкое утверждая торжество альтернативой. И понимать, нам многое дано, чтобы жить красиво. Последняя книга «Живем под куполом сатиры и юмора» выйдет в свет буквально через неделю. Наш соотечественник, писатель, драматург и журналист работает, не сбавляя творческого темпа.